Еще со школьной скамьи мы усвоили, что письменность на Русь принесли Кирилл и Мефодий, братья-миссионеры из греческого города Солуни в Македонии, ныне Солоники. Нам объясняли, что русский язык один из самых молодых, да и вообще почти все мы заимствовали из греко-римской культуры, от Византии, благодаря которой то ли слезли с деревьев, то ли выбрались из нор. Если вы не согласны с этим утверждением, ставьте лайк, напишите в комментарии, почему. Осознание Мавро Арбини в книге «Славянское царство», вышедшей в Россию лишь спустя сто лет после итальянского издания, писал, что русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы. Об этом же в 17 веке говорил и хорват Юрий Крижанич, доказывая, что русский народ всегда жил на своей земле, а вот многие древние народы, включая славянские, некогда вышли именно с нашей территории. Досмотрите это видео до конца, чтобы этот ролик развеял все сомнения на этот счет. Современная официальная наука до сих пор придерживается версии, навязанной нам немецкими историками Шлюцером, Миллером и прочими деятелями, даже не потрудившимися выучить русский язык. И это при том, что сегодня довольно известна работа Николая Вашкевича, лингвиста-эробиста-переводчика, который в своей книге под названием «Системные языки мозга» утверждает, что русский относится к одному из редких языков, изначально заложенных в мозг, при том не только человека, но даже животных и птиц, конечно, в гораздо меньшей степени. Если следовать логике, подобное возможно лишь при одном условии. Эта речь возникла так давно, что прочно вошла в подсознание, в память людей. Поэтому организм реагирует на знакомые вибрации на физиологическом уровне, точнее на генном. Но тогда эта древность должна исчисляться десятками тысячелетий. История русской речи включает в себя прежде всего вопрос возникновения письменности. Даже Татищев, автор вполне официозной истории российской, утверждал, что Гирилл и Мефодий не изобретали письменность, они были ее реформаторами. Славяне не просто умели писать, у них в ходу были разные виды письменности, при этом грамотность в народе была широко распространена. Достаточно привести хотя бы одну из новгородских берестяных грамот с просьбой прислать доброго чтива, и это примерно в X веке. При этом читали и писали в Новгороде все слои населения, включая женщин и детей. Недаром Екатерина II в своих записках касательно русской истории утверждала, славяне древнее не старописьменность имели, да он и утрачены, и еще не отысканы, и потому до нас не дошли. Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели. Мы подготовили для вас целый ряд доказательств древности русского языка и существования славянской письменности задолго до христианизации Руси. Если у вас есть знакомые филологи или лингвисты, или просто люди, которые все еще верят в официальную историю, поделитесь с ними этим роликом. Начнем с IX-X веков нашей эры и завершим, как всегда, самым интересным, сведениями о существовании проторусского письма еще в Палеолите. Первое. Немецкий хронист Титмар Мерзебургский в 975-1018 годы описал надписи на идолах, выполненные особыми негерманскими рунами в древнем славянском храме Ретре, расположенном в землях Лютичи. Внутри храма Ретре стояли идолы, и на каждом из них было написано его имя. Второе. Арабский историк, географ и путешественник Хасан Аль-Масуди в конце первого тысячелетия при описании в Золотых Лугах славянского храма говорит, что там на камнях начертаны были знаки, которыми обозначены были будущие дела, то есть события предсказанные. Третье. В житии святого Кирилла в списке, хранящемся в Рельском монастыре, сказано, что он прежде отправления в Моравию был в Херсоне, Херсон и Ставрический, и видел Евангелие и Псалтырь, написанное русскими письменами. Четвертое. Арабский путешественник и писатель первой половины X века Ибн Фадлан пишет как очевидец о русах дохристианских, что они на столбе на Могильном писали всегда имя усопшего вместе с именем князя. Пятое. Арабский ученый Ибн Эль-Нидим говорит о существовании славянского докириллического письма. Древние русы действительно писали на деревянных дощечках письмена вырезаны на белом дереве, на бересте березы. Шестое. Известен диплом Папы Льва IV. Папа Римский с 847 по 855 годы, написанный кириллицей до ее якобы изобретения в 863 году. Седьмое. Чернорезец-храбр, болгарский монах, живший на рубеже IX и X веков, в сказании о письменах упоминает о наличии у славян рунического письма. Прежде оба славения не имяху книг, но чертами и резами чтяху и годаху. Восьмое. Со II по VII век мы часто находим у скандинавов и византийцев письменные свидетельства о том, что славяне – образованный народ, обладающий многими знаниями и имеющий свои собственные письмена. Девятое. Царь Скифов вызывал персидского царя Дария ругательным письмом на бой еще в 513 году до Рождества Христова. Сам Шлюцер, известный славянофоб, не рискнул не согласиться со свидетельством Геродота и других греческих писателей, что многие скифские племена знали грамоту и что и сами греки приняли алфавит от пелазгов, народа также скифского или что все равно славяно-русского происхождения. Десятое. Еще один пример – образ Христа на убрусе. Полотенце – так называемый образ Вероники, хранящийся среди прочих реликвий в Ватикане. Общепризнанно, что он относится к первым векам христианства. На нем, кроме букв ИСИ Иисус Христос, имеется ясная надпись – «Образ Господен на убрусе». Одиннадцатое. Икона апостолов Петра и Павла, записанная в каталоге Джакома Гримальди в 1617 году под номером 52, не случайно скрывается от людских глаз. По характеру письма она относится к первым векам до н.э. Она находилась до VI века в одном из алтарей церкви Петра, но впоследствии была перенесена в отдел реликвий. В центральной части иконы вверху образ Спасителя с надписью кириллицей «Исхеси». Слева, в значительно большем масштабе, образ Святого Петра с надписью «Святой Петр» «Сты Петры». Справа – образ Павла с надписью «Святой Павел» «Сты Павел». Двенадцатое. Всем известно, что одним из древнейших языков считается санскрит, который прочно связывают с Древней Индией. Но уже давно существует множество доказательств первичности русского и славянских языков по отношению к санскриту. Это подтверждают и ведические источники, указывающие, что письменность в Индию принесли некие северные учители – риши. 60% слов из санскрита полностью совпадают по смыслу, значению и произношению с русскими словами. Сегодня это признают многие лингвисты. А впервые об этом написала этнограф и специалист по культуре Индии Наталья Гусева, чьи труды широко известны в этой стране, но почему-то не у нас. Тринадцатое. Кириллица – это отдаленный потомок раннеславянской венчанской письменности – Северные Балканы. А венчанская письменность – основа фракийской и знаменитой этрусской письменности, о которой известно, что она не читается. Правда, она вполне читабельна, если взять за основу русский или славянские языки. Вот один из примеров – надпись на древнем этрусском зеркале, которое выглядит вполне узнаваемо – церково. И это один из множества примеров. Об этом писали многие, начиная с Черткова-Воланского-Классина. Современные исследования Родивоя-Пешича и других ученых пролили свет на эту тайну. Оказалось, что на протяжении тысячелетий в алфавитах этих языков сохранились одни и те же буквы, и вы сами можете убедиться в тесной связи, например, этрусского и венчанского письма. Четырнадцатое. Родивоя-Пешич также привел доказательства преемственности славянских языков и еще более ранней письменности Лепенского Вира – Сербия. Налицо непрерывная история кириллического линейного письма на протяжении десяти тысяч лет. Пятнадцатое. Палеолит. На знаменитой палеолитической стоянке Костенки, Воронежская область, была найдена женская статуэтка с изображенными на ней знаками. На спине этой фигурки начертаны вполне современные буквы, а также орнаменты. Интересно, что один из них в точности повторил широко распространенный знак древнеславянского орнамента. Крупнейший русский историк и археолог, академик Академии наук СССР Иран Борис Рыбаков писал об этой находке. На груди палеолитической статуэтки славянской богини Макоши изображен промбический орнамент, уверенно идентифицируемый со славянским символом незасеянное поле, принадлежавшим именно славянской богине Макоши. Возраст древнейшего скульптурного изображения славянской богини по разным данным оценивается в 38-42 тысячи лет. При попытке сравнить буквы из палеолита с венчанским, финикийским и этруским письмом обнаружено множество совпадений. Обилие археологического материала, его возраст, его уже установленные генетические связи, все это дает прямое указание, что именно территория Руси, русской равнины, является источником не только самого русского европеоидного народа, но и религии культуры славянской. Что самое интересное, все эти сведения полностью совпадают с данными ДНК генеалогии, исследованиями Драгункина о первичности славянских языков, о которых мы вам еще расскажем в наших следующих выпусках, и множеством археологических находок, которые не торопятся признавать современная наука. Например, много ли вы слышали о славянских рунах? Наверное, не очень. А между тем, их до сих пор продолжают находить на территории нашей страны. Отдельного разговора заслуживает буквица, наше древнее образное письмо, кстати, путем урезания которого и появилась современная кириллица. Только каждой букве нашей древней азбуки соответствовали свои уникальные образы, которые на протяжении столетий вытравлялись из нашего языка. Если вам понравился материал, делитесь этим видео, распространяйте его среди друзей, знакомых и единомышленников. Чем больше людей будут знать об этом, тем скорее, быть может, ученые обратят внимание на все эти факты. Берегите наш родной язык, один из древнейших языков на этой планете. Не засоряйте его чужеродными словами и понятиями. Ведь сохранение этого уникального наследия – дело чести каждого осознанного человека. Почему на протяжении стольких лет искажается наше наследие и упрощается наш язык? В результате мы теряем возможность использовать древние знания наших предков, которые являются толчком для мощного духовного развития. Одним из сильнейших инструментов духовной трансформации человека как раз является буквица. Ведь раньше за каждой буквой стоял глубокий образ, и каждое произносимое слово оказывало куда более сильное влияние на окружающий мир. Меня зовут Андрей Ивашко. Я исследователь и преподаватель славянской ведической культуры. Я приглашаю вас на свой бесплатный онлайн мастер-класс «Буквица как практика трансформации». Вы узнаете, как использовать буквицу в качестве тренажера для взращивания образного мышления. Добиться обострения чувствительности, более яркой и точной визуализации для реализации своих желаний. Расшифровать при помощи буквицы свое имя и узнать изначальные смыслы слов. Получить ключ к управлению собственной жизнью, ведь буквица – одна из древнейших мистических систем. Регистрируйтесь по кнопке «Записаться» и до встречи в эфире. Сегодня информация становится инструментом воздействия номер один. Недаром же мы живем в эпоху информационного бума, информационных противостояний и войн. Как и любая энергия, информация может быть и созидательной, и разрушительной. На нашем канале собраны уникальные материалы о нашей культуре, о знаниях наших предков, направленные на гармонизацию человека, его семьи, окружающего пространства, рода, народа. В последнее время YouTube противодействует распространению таких материалов, и нашим роликам все сложнее пробиваться к вам сквозь толщу информационных пустышек и негатива, несмотря на то, что число наших подписчиков постоянно растет. Если вы дышите с нами одним духом, поддерживайте наше развитие, проверяйте подписку на наш канал, включайте колокольчик, делитесь нашими выпусками с друзьями и единомышленниками, оставляйте комментарии, подписывайтесь на нас в других соцсетях. Мы оставим все ссылки в описании и будем благодарны вам за поддержку. Вместе мы созидание, возрождение и, конечно же, осознание.